Добрый вечер, уважаемые коллеги. Вашему вниманию представляется доклад на тему современной факторы прогноза течения хронического лимфолейкоза. Хронический лимфолейкоз это гетерогенное клональное лимфопролиферативное заболевание, морфологическим субстратом которого служат патологические лимфоциты, несущие на себе кластеры дифференцировки 5, 19 и 23 и выявляемый в количестве не менее 5 на 10,9 в периферической крови. Это является критерием как раз для диагностики и дифференциальной диагностики с другими заболеваниями. Хронический лимфолейкоз является одним из наиболее распространенных онкогематологических заболеваний. Также это наиболее частый вариант лейкоза среди представителей европеоидной расы. Ежегодная заболеваемость составляет примерно 3 случая на 100 тысяч человек в год. Дебют заболевания происходит в пожилом возрасте, при этом медиана возраста колеблется около 70 лет. Мужчины отмечены, что болеют в 1,5-2 раза чаще, чем женщины. Стратегия ведения пациентов с хроническим лимфолейкозом значительно изменилась в последние десятилетия. Однако до сих пор хронический лимфолейкоз все еще остается неизлечимым заболеванием. Целем лечения таких больных по-прежнему остается увеличение общей и беспрогрессивной вживаемости. В процессе накопления знаний о хроническом лимфолейкозе предпринимались попытки определить факторы, которые оказывают влияние на течение заболевания. К наиболее ранним факторам относились возраст, стадия заболевания, общесоматический статус пациентов, количество патологических лимфоцитов и время их удвоения. Также тип поражения костного мозга, определяемый по данным гистологического исследования. Достижения в области изучения биологии хронического лимфолейкоза привели к разработке новых методов диагностики и внедрению новых прогностических факторов в повседневную жизнь. На сегодняшний день все прогностические факторы хронического лимфолейкоза можно разделить на две группы. Те, которые определяются на этапе диагностики заболеваний, к ним относятся иммуно-фенотипические, цитогенетические, молекулярно-генетические и факторы прогноза, которые определяются после лечения. К ним относятся определения минимальной остаточной болезни. Несколько остановимся на каждом факторе. Первый фактор иммуно-фенотипический, экспрессия CD38. CD38 в норме присутствует на мембране B-клеточных предшественников, B-лимфоцитов герминального центра, фолликулов в лимфатических узлах, а также на плазматических клетках. Основная его функция – то, что он участвует в транспорте ионов кальция и оказывает влияние на проведение сигнала с B-клеточного рецептора, обеспечивая взаимодействие B-лимфоцитов с микроокружением в результате связывания легандов молекул CD31 и гиалуроновой кислоты. Следующий фактор – это ЗАП-70, это внутриклеточная тирозин киназа, которая функционирует в Т- и НК-лимфоцитах, участвует в фосфорилировании тирозин, содержащих последовательностей при связывании иммуно-рецепторов. И таким образом опосредует проведение сигнала к клеточному ядру и активацию лимфоцитов. ЗАП-70 не экспрессируется в нормальных циркулирующих B-лимфоцитах, обнаруживается на ранних стадиях B-клеточного развития. Роль ЗАП-70 в B-лимфоцитах в настоящее время пока не совсем понятна. Однако в недавних работах было продемонстрировано, что повышенная экспрессия ЗАП-70 в Т-лимфоцитах у больных с хроническим лимфоликозом сопровождалась повышенной экспрессией ЗАП-70 и в B-лимфоцитах. Это позволило высказать предположение, что первичная активация Т-лимфоцитов индуцирует экспрессию ЗАП-70 и в B-лимфоцитах. Также было установлено, что одновременная экспрессия обоих маркеров CD38 и ЗАП-70 способствует усилению передачи сигналов от B-клеточного рецептора, активной пролиферации моноклональных B-клеток и ассоциировано с более агрессивным течением заболевания. В многочисленных исследованиях была продемонстрирована прогностическая значимость CD38 и ЗАП-70. Так, пациенты, у которых наблюдался более высокий уровень экспрессии указанных маркеров, имели худшие результаты лечения и менее длительную общую, без прогрессивной выживаемости, чем пациенты с нормальным уровнем экспрессии. Следующими факторами прогноза являются цитогенетические факторы. Они выявляются с помощью стандартного GTG-метода или фиш-анализа и присутствуют более чем у 80% пациентов с хроническим лимфоликозом, не получавших терапии. К наиболее частым аномалиям относятся дилеция 13Q, встречается 55% случаев, как изолированная мутация. Затем следует дилеция 11, трисоми по 12 хромосоме, дилеция 17P и дилеция 6Q. Дилеция 13Q как единственная аномалия ассоциируется с благоприятным прогнозом, медиана общей выживаемости составляет около 10 лет. Дилеция 11Q часто ассоциируется с выраженной лимфоденопатией, также резистентным течением заболевания. Аномалия дилеции 17P, которая отражает утрату гена TP53 и часто сопровождается мутациями в оставшейся аллеле этого гена, ассоциируется с неблагоприятным течением заболевания, коротким интервалом до начала терапии, резистентностью к химиотерапии, а также низкой общей и беспрогрессивной выживаемости. На слайде представлена наиболее известная работа, которая отражает 5 групп пациентов с наличием выявляемых цитогенетических аномалий, где видно, что пациенты с дилецией 17P имеют самый худший прогноз в течение заболевания. В настоящее время в соответствии с выявленными цитогенетическими аномалиями выделяют 3 группы прогноза. Это группа неблагоприятного прогноза, куда относятся пациенты с дилецией 13Q и дилецией 17P, группа нейтрального прогноза, пациенты с нормальным кариотипом, а также трисомии 12-х хромосомы, и пациенты с благоприятным прогнозом, куда относятся дилеция 13Q, изолированная. Комплексный кариотип, это наличие 3 и более мутаций, относится к группе неблагоприятного прогноза. Среди молекулярных характеристик наиболее надежным прогностическим фактором является нутационный статус генов вариабельного региона тяжелых цепей иммуноглобулинов. В процессе созревания мутации происходит в два этапа. Первая перестройка происходит в костном мозге на стадии перехода. Про-Б-лимфоцитов, пре-Б-лимфоцитов на этом этапе формируется многообразие антигенной специфичности иммуноглобулинов. На втором этапе, который происходит в зачаточном центре лимфатических узлов после взаимодействия СБ-лимфоцита с антигеном, появляются соматические гипермутации в нуклеотидных последовательностях генов тяжелых цепей иммуноглобулинов. В опухолевых клетках, в которых последовательность этих оснований не отличается от последовательности в зародышевых, считается не мутированным. Если последовательность генов имеет две мутации и более, то случай расценивается как мутированный. Для больных, у которых вариабельные регионы тяжелых цепей иммуноглобулинов клеток не содержат мутации, прогноз течения заболевания значительно хуже, и причина этих различий до сих пор до конца не установлена. Но все больше появляется данных о том, что в процессе пролиферации клеток при хроническом лимфоликозе задействованы разные патогенетические пути, которые могут утяжелять друг друга. Корреляция между мутационным статусом генов и экспрессией CD38 была обнаружена еще и в 90-х годах. Оказалось, что экспрессия CD38 на поверхности лимфоцита в большинстве случаев хроническом лимфоликозе ассоциируется с отсутствием мутации в вариабельном регионе генов иммуноглобулинов. Сравнение профиля экспрессии генов также выявило наличие тирозинкиназы ZAP-70 в опухолевых клетках только при отсутствии гипермутации в иммуноглобулинах, в связи с чем параметр экспрессии ZAP-70 был предложен в качестве как раз суррогатного мутационного статуса. С внедрением в диагностическую практику технологии секвенирования нового поколения появилась возможность значительно повысить чувствительность методов диагностики, а также выявить наибольшее количество мутаций, которые играют роль в течении хронического лимфоликоза. Полномасштабные исследования генома пациентов с хроническим лимфоликозом начались относительно недавно, но уже установлено 7 основных сигнальных путей, которые повреждаются в процессе хронического лимфоликоза. Как в случае с хромосомными нарушениями, мутации генов этих сигнальных путей не одинаково распределены между двумя молекулярными подтипами ХЛЛ. Мутации генов НОЧ-1, пути транспорта матричной РНК и пути повреждения ДНК чаще выявляются при хроническом лимфоликозе без мутации ВЕЧ-генов. Мутации пути врожденного воспалительного ответа, как правило, происходят преимущественно у пациентов с хронической лимфоликозой, у которых выявляются мутации ВЕЧ-генов. Это еще раз свидетельствует о различном патогенезе двух вариантов хронического лимфоликоза и отражает активацию различных молекулярных механизмов. Клиническое биологическое значение большинства мутаций этих генов до сих пор остается неясным, поскольку их связь с онкогенезом продемонстрирована только впервые. Но клиническое значение некоторых из них, таких как ТП-53, НОЧ-1, СФ-3Б1 и БИРК-3, уже исследовалось на большой когорте пациентов, и мы остановимся более подробно как раз на этих путях. Мутации гене ТП-53 встречаются у 10-15% пациентов нелеченных и у 40-50% тех пациентов, которые резистентны на флудоробин, содержащий программы химиотерапии. Продукт гена ТП-53, белок ТП-53, предотвращает, основная его функция в предотвращении генетической нестабильности в клетке, и он необходим для реализации как раз апоптотического потенциала в клетке в ответ на химиотерапию или радиотерапию. Мутации в гене ТП-53, как правило, выявляются на более поздних стадиях заболевания, она связана с агрессивным течением, и повреждение функции ТП-53 связано с дилецией 17П или мутацией гена ТП-53 и коррелирует с неблагоприятным прогнозом. Следующая мутация в гене НОЧ-1 встречается у 10-20% больных с хроническим олимфоликозом. НОЧ-1 – это трансмембранный протеин класс 1, действует как рецептор, контролирует клеточную дифференцировку, пролиферацию и апоптос опухолевых клеток. Сигнальные пути НОЧ-1 постоянно активны в клетках хронического лимфоликоза по сравнению с нормальными лимфоцитами, и более стабильны за счет мутации внутриклеточная часть НОЧ-1, поддерживает активацию сигнального пути ядерного фактора КПБ. НОЧ-1 играет существенную роль в обеспечении жизнеспособности клеток хронического лимфоликоза. При анализе профиля экспрессии генов установлено, что в клетках хронического лимфоликоза с мутациями НОЧ-1 повышена экспрессия генов нескольких метаболических путей, к которым относятся гликолиз, глюконеогенез, окислительное фосфорилирование. НОЧ-1 чаще выявляется при хроническом лимфоликозе без мутации, как было сказано, с высокой экспрессией ЗАП-70 и СИДИ-38. Как правило, выявляется на поздних стадиях заболевания и ассоциируется с другими факторами неблагоприятного течения заболевания. Это высокий уровень ЛДГ и бета-2 микроглобулина. У больных с мутациями НОЧ-1 реже выявляется и делается 13. Наиболее часто у них при этой мутации находили определялась тресами по 12-й хромосом. У пациентов с мутацией ниже показатели общей беспрогрессивной выживаемости, а также короче период до начала терапии. Часто проявляется рефрактерность к терапии. И важное и интересное наблюдение состоит в том, что мутация НОЧ-1 ассоциируется с трансформацией в диффузно-бэкорпноклеточную лимфому синдрома Рихтера. Было статистически значимое различие у пациентов в группе 23%. У пациентов, имеющих НОЧ-1, у 23% имело развитие синдрома Рихтера. При 10-летнем сроке диагноза частота трансформации в диффузную бэкорпноклеточную лимфому составляла 6%. У пациентов с отсутствием мутации в НОЧ-1 и до 31% в группе пациентов с наличием этой мутации. СФ-3Б1 встречается у 10-15% больных. Он играет ключевую роль в поддержании адекватного типа экспрессии генов. Очень важно, что мутации в этом гене не обнаружились ни при каких других лимфатических опухолях. Течение заболевания ассоциировано с неблагоприятным прогнозом. Мутации с Ф-3Б1 также ассоциируются с рефракторностью к флудоробину, причем эта ассоциация не зависела от наличия мутации ТП-53. Чаще всего мутация выявляется на поздних стадиях заболевания, ассоциирована с повышенным уровнем бета-2 микроглобулина, с наличием немутированного статуса иммуноглобулинов. Пациенты имеют короткий период до начала терапии и менее длительную общую выживаемость. И, как было сказано, ассоциируются с рефракторностью к флудоробин, содержащим программам. БИРК-3. Ингибитор апоптоза препятствует активации КАСПАС. Мутации, инактивирующие этот ген, обнаруживаются при некоторых случаях ХЛЛ. В этих случаях часто наблюдается рефракторность к терапии. БИРК-3 никогда не сочетается с мутациями НОЧ-1, СФ3Б1 и ТП-53. И прогноз течения заболевания крайне неблагоприятный, такой же, как при наличии мутации в гене ТП-53. Группой итальянских ученых была продемонстрирована прогностическая модель, включающая определение мутации в генах НОЧ-1, СФ3Б1, БИРК-3. И также выявлены генетические аномалии, которые определялись с помощью фиш-анализа. На основе выявленных аномалий пациенты стратифицировались на 4 прогностические группы. В первую группу пациентов с высоким риском вошли пациенты с наличием мутации в генах ТП-53 и БИРК-3. Промежуточный прогноз – это пациенты с мутацией в генах НОЧ-1, СФ3Б1 или Делеция-11К. Низкий риск пациентов с трисамии 12-х хромосомы и очень низкий риск пациентов с изолированной Делеция-13К. Десятилетняя выживаемость в этих группах составила 29-37-57, что подтверждает о том, что пациенты с высокого риска с наличием мутации как раз БИРК-3 и ТП-53 имеют худший прогноз в течение заболевания. Таким образом, эксперименты по полногеномному секвенированию показали высокую молекулярную гетерогенность хронического лимфоликоза и позволили идентифицировать целый ряд генов, функции которых неслучайно изменяются мутациям. Некоторые мутации имеют прогностическое значение, ассоциируются с факторами неблагоприятного прогноза, с риском трансформации и, возможно, смогут применяться для стратификации больных на группы рисков в последующем. Характер изменений функций генов позволяет понять, какие метаболические и внутриклеточные сигнальные пути критически определяют жизнеспособность к клеткам хронического лимфоликоза. Несмотря на достигнутый успех в лечении хронического лимфоликоза, заболевание остается неизлечимым. Тем не менее, в связи с внедрением в программу химиотерапии моноклональных антител, а также ингибиторов Б-клеточного сигнального пути, новых поколений химиопрепаратов, удалось увеличить количество пациентов, у которых достигнута полная ремиссия. Однако, несмотря на это, при достижении полной ремиссии в организме человека может оставаться минимальное количество опухолевых клеток, которое получило название «минимальная остаточная болезнь». Минимальная остаточная болезнь – это состояние организма, после лечения, при котором сохраняется популяция опухолевых клеток, не выявляемого стандартным ацетологическим исследованием крови и костного мозга, но которое выявляется более чувствительными методами. На сегодняшний день критерием для диагностики минимальной остаточной болезни остается выявление одной либо более опухолевых клеток на 10 000 лейкоцитов при достижении ремиссии заболевания. На слайде представлены методы диагностики минимальной остаточной болезни и их чувствительность. В настоящее время разработаны и применяются два основных метода выявления, это иммунофенотипический и молекулярно-генетический. Иммунофенотипическому относится метод многоцветной проточной цитометрии, метод основан на детекции флюоресценции клеток хронического лимфоликоза, окрашенных моноклональными антителами, а также определение параметров прямого бокового света рассеяния. Метод с использованием аллельоспецифичной полимеразной цепной реакции, молекулярно-генетический метод, в его основе лежит выявление клональной популяции лимфоцитов по вариабельным регионам генов тяжелых цепей иммуноглобулинов. Несмотря на высокую чувствительность метода аллельоспецифичной полимеразной цепной реакции, время затрачиваемое на получение результатов реал-тайм ПЦР, а также материальные затраты, так как метод является дорогостоящим. Именно поэтому четырехцветная проточная цитометрия на сегодняшний день является стандартным методом для оценки минимальной остаточной болезни, так как результат можно получить быстро уже в тот же день, и это позволяет менять иногда тактику лечения пациентов, что бывает иногда критично. В настоящее время также имеются данные об исследованиях 6, 8, даже 10 цветной проточной цитометрии, но пока в связи с дороговизной этих методов они не нашли широкого применения для оценки мол. На сегодняшний день количество оценок минимальной остаточной болезни после лечения предложено в качестве альтернативного средства прогнозирования продолжительности ответа и общей выживаемости. Самое масштабное исследование по оценке минимальной остаточной болезни проведено немецкой группой по изучению хронического лимфоликоза. В ходе исследования сравнивались группы пациентов с различным уровнем выявляемой минимальной остаточной болезни. Это группа низкого риска с уровнем МОБа менее 10 на минус 4, группа промежуточного риска 10 минус 4 до 10 минус 2 и группа высокого риска у пациентов, у которых минимальная остаточная болезнь, выявлялось в количестве одной и более клеток на 10 минус 2. Были получены данные о статистически значимом увеличении беспрогрессивной выживаемости у пациентов с группой низкого риска по сравнению с двумя следующими группами. При этом различий общей беспрогрессивной выживаемости в зависимости от вида предшествующей терапии выявлено не было. Но отмечено, что частота достижения более низкого уровня минимальной остаточной болезни была выше в группе пациентов, которые получают ретоксимаб, содержащий программы химиотерапии. Следующим масштабным явлением это исследование, в котором была продемонстрирована важность достижения МОП-негативной ремиссии. В исследовании были включены 542 пациента, которые получали различные режимы химиотерапии по программам ОФЦ, ОФЦР и бендамустин с ретоксимабом. МОП-негативной ремиссии были достигнуты у 82 пациентов, частичные ремиссии с МОП-негативным статусом у 48% пациентов. Были выявлены статистически значимые различия в беспрогрессивной выживаемости между МОП-негативными пациентами с полной ремиссией и МОП-позитивными пациентами с полной ремиссией. Также были обнаружены различия, значимые между МОП-негативными пациентами с частичной ремиссией и МОП-позитивными пациентами с полной ремиссией. По результатам исследований был сделан вывод о том, что достижение МОП-негативной ремиссии является мощным прогностическим фактором эффективности лечения вне зависимости от клинического ответа. Позвольте поделиться собственными данными. В нашем институте в исследовании по оценке минимальной статичной болезни в различных прогностических группах пациентов с хроническим лимфолинкозом было включено 27 пациентов. Медианного возраста составила 56 лет. Генетические аномалии были выявлены у 48% пациентов. Всем пациентам проводилась терапия первой линии по программам ФЦР или РБ. Стратификация пациентов основывалась на трех прогностических группах. Благоприятный прогноз, когда вошли 5 пациентов, пациенты с дилецией 13-ку. Нейтральный прогноз – 14 пациентов с нормальным кариотипом, 2 пациента с 3-7 и 12-й хромосомы. И группа неблагоприятного прогноза – это 3 пациента с дилецией 1-ку и 1 пациент с комплексным кариотипом. На слайде представлена модель стратификации пациентов. По результатам лечения частота общего ответа составила 100%, полная ремиссия была достигнута у 37%, пациентов частичная ремиссия у 63%. МОП-негативные ремиссии в группе благоприятного прогноза были выявлены 40%, пациентов в группе нейтрального прогноза – 44,5% и в группе неблагоприятного прогноза пациентов – 75% случаев. Это отражает на графике частота достижения полной частичной ремиссии пациента. МОП-негативные ремиссии. Частота достижения МОП-негативного состояния при полной частичной ремиссии в группе пациентов, получающих ФЦР, состояла 53%, в группе ретоксимаб с бендамустином – 41,7%. При этом МОП-негативные именно полные ремиссии чаще выявлялись в группе пациентов, получавших бендамустин. При оценке беспрогрессивной выживаемости были выявлены достоверные различия в группе пациентов, имеющих МОП-негативный статус, по сравнению с пациентами МОП-позитивных. Так, пациенты в группе МОП-позитивного статуса медиана беспрогрессивной выживаемости составило 27,9 месяцев, в группе МОП-негативных пациентов медиана до сих пор не достигнута. К группам МОП-негативных и МОП-позитивных относились пациенты вне зависимости от клинического ответа на терапию. Таким образом, современные прогностические факторы течения хронического лимфоликоза необходимо выявлять на этапах диагностики заболевания, окончания лечения и рецидива или прогрессирования заболевания, а также в случае рефракторности к проводимой терапии. Стратификация на основе генетических аномалий позволяет проводить выбор оптимальной программы лечения. Характер взаимосвязи между различными факторами прогноза еще предстоит определить в будущем, в том числе, возможно, и с внедрением новых методов исследования. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У кого-нибудь есть вопросы к докладчику? Алексей Юрьевич, да? Да, Алексей. Вы позволите? Да, да. Во-первых, чрезвычайно интересное сообщение. Спасибо вам большое за подробный, хотя и очень беглый анализ. Вот вы сказали, что интересный факт, что мутации у тех, кто не лечился, в 15% случаев, а у тех, кто лечился, у 50% случаев. Как это понимать? Лечение вредит или способствует мутациям? Нет, нет, это пациенты, у которых лечены, у которых определялся мутационный статус на момент рецидива, прогрессирования заболевания, либо рефрактерности к проводимому лечению. Понятно. Спасибо. Вы можете сказать, вот вы сейчас очень хорошо в первом выводе говорите о том, что на этапах диагностики. Первый этап диагностики – это без костного мозга, так я понимаю, да? Только кровь смотрим? Не только кровь. Не только кровь. А что вот можно до исследования костного мозга, перечислите, пожалуйста, какой полный анализ можно сделать? Вы имеете в виду полный этап обследования пациента с клиническим инфлятором? Полный этап, да. Он включает в себя клинический анализ крови, это включает в себя определение прогностических и цитогенетических факторов с помощью фиш-анализа и цитогенетического исследования. Это проведение проточной цитометрии костного мозга с определением как раз экспрессии. Не, вот до взятия, до пункции костного мозга. Проточная цитометрия и периферической крови – это рентгенологические методы исследования, которые включают, на сегодняшний день принятые компьютерные томографии. Спасибо большое. И очень интересно у вас деление на хороший прогноз, промежуточный и плохой прогноз. Можно ли это прогнозировать уже на первом этапе, еще до пункции костного мозга? Да, как раз по цитогенетическому и фиш-исследованию периферической крови, которая как раз определяет характерный... Но это делается только в клинике, в поликлинике не делается? Ну вот, я думаю, в поликлинике вряд ли это делается. Не делается. И сколько это стоит примерно? Я думаю, Ирина Степановна поможет ответить на этот вопрос. Прокладитель лаборатории цитогенетики нашего института. То есть, доступно ли это пациенту, у которого подозревается хронический лимфолейкоз уже на этапе поликлиническом? Я могу сказать, что в нашей лаборатории, в России, ко мне, гематология, на данное корректипирование у нас стоит 3200, а фиш-исследование 4500. Спасибо. Спасибо за интерес. Спасибо. Спасибо большое. Можно еще? Можно еще? Да, спрашивайте. Вопрос еще есть такой по поводу скорости достижения минимальной остаточной болезни негативного статуса, МОП негативного статуса. Он как-то, ну скажем, скорость от убывания клона, она каким-то образом позволяет что-то предсказать или нет? В настоящее время ведутся работы как раз по изучению динамики минимальной остаточной болезни на этапах поддерживающей терапии либо этапах наблюдения после завершения лечения. Пока данных таких нет, потому что на сегодняшний момент, как правило, прогностически является оценка минимальной остаточной болезни по завершению этапа лечения. То есть она однократно проводится? Я понимаю. Спасибо большое. Спасибо. У кого-нибудь? Еще ни слова не было у нас о ветеологии и профилактике. Если у вас есть какие-то данные, можете сказать что-нибудь? Про профилактики хронического лимфоликоза? Да. Зеленый чай, говорят, помогает. Здоровый образ жизни. То есть в ветеологии это нездоровый образ жизни. Какие факторы нездорового образа жизни могут способствовать хроническому лимфоликозу? Ну, скажем так, одной теории развития хронического лимфоликоза нет. Существует как стандартная теория онкогенеза накопления ошибок в результате деления клеток. Это сбой в иммунной системе, как раз, когда выходит из-под контроля. Это влияние радиационных факторов, вирусных. Это основные такие факторы, которые могут влиять. Также еще есть некая предрасположенность у пациентов с моноклональным б-клеточным лимфоцитозом. Понятно. Спасибо. Но у вас пациенты 35-67. А это возраст-зависимая болезнь или нет? Да. Как правило, медиана возраста составляет 70 лет у пациентов с хроническим лимфоликозом. А вы лечили пациентов до 67, до медиана? А сейчас болезнь молодеет. Молодеет. Ясно. Спасибо. Спасибо большое. Вот там есть вопросы еще. Да, да, да. Ответ возможно. Группой экспертов ВОЗ было сделано заключение о том, что 75-80% вклад в развитие онкологической патологии, 75-80% определяется экологической обстановкой в стране. И поэтому рекомендации ВОЗ было для России. Это направляет свои усилия не только на лечение, закупку дорогостоящих препаратов и диагностику, но прежде всего на нормализацию экологической обстановки. А какие факторы экологии здесь, наверное, вы можете... Ну, вы, наверное, прекрасно сами знаете. Доклад был в 2010 году сделан, поэтому я, честно говоря... Я думаю, спасибо вам большое. У нас очень оживленная дискуссия. Спасибо.